Сегодня мы будем готовить борщ из свежей крапивы из щавля. Молоденькая крапива нужно брать верхние 4 листика, тогда она будет самая нежная и самая полезная. Я нашел дикий щавель, не знаю какой сорт у него, но он очень вкусный, листики нежные, красивые, шикарно получится. Я знаю как он называется, конский щавель. Ух ты, как хорошо! Чесночок молоденький. Что это у тебя? Петухи яйца нанесли. Хо-хо-хо-хо! Класс! Доброе утро! Спасибо! Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мы будем готовить борщ из свежей крапивы из щавля. Все это собрано в дикой природе, в лесу. Все, что мы смогли найти в это сложное время, мы нашли под ногами. Мы только купили вот небольшой пучочек укропчика, чесночок рос на земле, дикий щавель и крапива. Борщик будет очень вкусный. Для борщика я буду использовать тушенку. Эта тушенка сделана военное время. Я ее сделал сам из свинины и утиных пупиков. Очень вкусная. Я заливаю эту обалденную тушенку водой и получается классный бульон. Очень хорошее желе. Она настолько вкусная, что ее просто я бы хотел есть ложками. А сейчас я займусь крапивкой. Чтобы крапива не обжигалась, ее нужно залить каким-то точкам. Ой, какой аромат пошел! Класс! Буквально полминутки-минутку крапивка полежит в горячей водичке и она перестанет обжигаться. Ее можно будет спокойно разделывать и использовать. Очень интересное сочетание. Картошка, морковка, лук. Прошлогодние, старые. А крапивка, чесночок, щавлик уже до этого года. Сейчас делаю заправку для борща из крапивы. На сковороду я вылил немножко растительного масла и теперь добавлю небольшой кусочек свиного смальца. Будет очень вкусно. Здесь закипает уже картошечка для борща. Сначала подвариваю картошку, а потом уже добавляю тушеночку. Лучок вот так подзолотился, уже начинает прихватываться и именно только сейчас я высыпаю морковку для зажарки. Особых пропорций нет. Каждый раз, когда мы делаем борщ или суп, немножко больше одного компонента, немножко меньше другого, и все равно получается разный вкус, но очень аппетитно и вкусно. Из крапивы я использую только листики и так в любой форме их режу. Они уже очень нежные и не кусаются. Секретик. Немножко верхушек укропчика я оставлю для того, чтобы украсить борщ из крапивы и щавля. Корешки я оставляю, чтобы их отдельно скушать, а листики мелко режу. Яйца я режу не слишком мелко, потому что они при мелкой нарезке растекаются в борще и будет некрасиво. Зажарка уже готова. Тушенку в картошку я тоже добавил. Как бы все вместить? Всегда получается компонентов больше, чем кастрюлька. У кого точно так получается, друзья, ставьте лайки и пишите в комментариях, как вы выходите из этой веселой ситуации. Борщик готов, он уже слегка настоялся. Пока он остынет, я попробую домашнее сало, которое я засолил в банке. Очень вкусно, к сожалению, видео не снял, потому что было не до того. А здесь у меня пшеничный дистиллят. Всем мира! Ой, хорошо. Молоденький чесночок. Ммм, дрожь по телу. Божественно. Борщик со сметаной. Ммм, дрожь по телу. Божественно. Борщик со сметаной. Ммм, я даже не мог предположить, насколько это будет вкусно. Все естественное, выращенное в дикой природе. Ммм. Объедение. Хорошо. Друзья, если вам понравилось, как я приготовил борщ со свежей каплей, ставьте на такие огромные-огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место. Ммм! Ммм!